Вы смотрите полный курс по недвижимости. С вами я, Иван Севастьянов. И сегодня мы будем в нашем пятом уроке говорить про инвестирование в мини-офисы. Мы разбираем стратегии входа на рынок недвижимости с небольшим количеством денег. Поэтому в прошлом уроке мы говорили про такую тему, как гаражи. В этом теме я расскажу про мини-офисы. В чем их плюс? В том, что можно купить хороший объект за небольшую цену. 1-2 миллиона рублей в Москве. И, соответственно, может быть несколько раз дешевле в каких-то более мелких городах. Есть достаточно много предложений на рынке. И продавцы, в принципе, идут на скидки. То есть, можно выторговать по нашей практике от 10 до 30%. Если вы продавцу говорите, что вы с реальными деньгами, что вы реальный покупатель, но вот я хочу там купить, допустим, не за миллион, а за 800 тысяч. Как правило, эти объекты продаются достаточно долго, и продавцы идут на уступки. Для старта инвестирования в недвижимость это хорошие инвестиции, потому что практически любой московский офис, практически любого московского нежилого помещения, можно получать доход от двух видов. Это и от аренды, и от продажи юридических адресов. Продажа юридических адресов может давать примерно столько же денег, сколько от аренды. Даже по нашей практике бывают объекты, где юридерсов дают в раз больше, чем от аренды. Конкретный кейс посмотрим. 13-метровый офис на Востоке, это метро авиамоторное, цокольное помещение, вот такой вот очень забавной планировки, я бы сказал, было куплено за 750 тысяч рублей, приносит от аренды, доход от аренды, там сидит арендатор, под склад его арендует 11 тысяч, юридерсов 16 тысяч, таким образом годовой доход получается 324 тысячи рублей. Рентабельность данного объекта в районе 40%. Ну, если там вычесть коммунок, коммунок на полторы тысячи в месяц, и налоги где-то тысячи-полторы в год, получится в районе 40% рентабельности. Таких объектов в целом достаточно много. Вот еще один кейс, тоже небольшой офис, это уже бизнес-центр, тоже офис в классическом его представлении, комнатка 13 метров, был куплен за 1 400 000, аренда 16 тысяч, адреса тоже 16, годовой доход 384 тысячи, рентабельность 25-27% в год, тоже достаточно недурно. При покупке офисов на что нужно обращать внимание? Если это бизнес-центр, должна быть нормальная управляющая компания, то есть должны быть адекватные тарифы. Адекватные тарифы по Москве 120-180 рублей за квадратный метр в месяц. по обслуживанию метраж помещения, ну, как минимум 10-15 квадратных метров, чтобы вы могли иметь возможность не только сдавать его в аренду, но и продавать юридические адреса. Близость метро, МЦК, общественного транспорта, то есть офис не должен быть где-то на отшибе, потому что сдавать его где-то в глухой промке будет достаточно тяжело, либо вы будете вынуждены подать по цене. Должны быть окна. Глухие подвалы без окон, которыми изобилуют циан, но они как бы не очень ликвидны на самом деле. То есть люди все-таки, если не снимают под офис, они привыкли, чтобы там было окно. Перед тем, как рассматривать объявления по продаже, нужно понимать, почему вообще сдаются в аренду офисы в данной локации. То есть тоже надо залезть на циан на Авито, изучить рынок. В Москве это средняя цена офисов класса B или C, от 800 до 1100 рублей за квадратный метр, если мы не берем ЦАУ. В вашем городе может быть иной ценник, его желательно заранее промониторить, чтобы составить какую-то примерно экономику по сделке. Соответственно, для Москвы, опять же, надо обращать внимание на то, включен ли данный офис в перечень объектов, по которым налог определяется в кадастровой стоимости. Данный перечень есть на сайте mos.ru. Если он не включен туда, значит, вам повезло, вы будете платить за такой вот объект на полторы-две тысячи в год налогов. Если включен, то налог может составлять и 7, и 8, и 10 тысяч в год. И, соответственно, нужно обращать внимание на то, чтобы данное помещение было в собственности. То есть, это не продажа прав аренды, это не продажа, так называемого, готового бизнеса, где продается какой-то непонятный бизнес с площадями, которые взяты в аренду у города или еще у кого-то там. То есть, должна быть выписка о собственности, у продавца, в которой, соответственно, указано право собственности, что это не аренда. Какие могут быть подводные камни? Ну, примерно 50 на 50 придется делать ремонт в таком помещении, либо хороший, либо там что-то доделывать, допиливать. Нужно изучать документы, нужно смотреть предыдущий договор купли-продажи, выписку из ИГРН, если там бизнес-центр, то общаться с управляющей компанией, изучать тарифы, встречаться. Возможно, затыки с сетями, то есть, может быть так, что на помещении выделено всего 2 киловатта мощности, а больше мощности нет. Либо могут быть не очень прозрачные тарифы, если это управляющая компания, допустим, условно, перепродает эту электроэнергию. Нужен тщательный выбор места. Если вы собираетесь продавать юридические адреса, то нужно четко понимать, к какой налоговой относится этот офис, есть ли спрос по налоговой поэзии. Но это можно выяснить, как вариант, отправив запрос нам. Мы всегда подскажем, стоит ли брать этот адрес или нет. Ну, по крайней мере, по Москве, потому что мы работаем по Москве. Если мы говорим про юридические адреса, то нужно уметь их продавать. То есть, нужны какие-то отложенные каналы, нужны заказы на эти адреса. Но это, опять же, как правило, решается обращение в специализированной компании, либо, как вариант, ваш объект, если вы в Москве, можем взять в управление мы. Очень частая проблема – это мутная управляющая компания с непрозрачными тарифами. То есть, в данном случае, вообще, идеальный объект – это объект где-то в жилом доме, то есть, нежилое помещение в жилом доме, которое обслуживается чаще всего ГБУ-жилищник по стандартным государственным тарифам. Там вы платите за метр, ну, от 80 до 150 рублей. Если это коммерческая управляющая компания, то ценник может доходить там, они могут где-то брать и 200 рублей, и 300 рублей за квадратный метр, при этом какой-то там четкость сметы вам, как правило, никто не предоставит. И, к сожалению, вот эти вот управляющие компании, их очень тяжело заставить работать, хотя в нашей практике есть кейсы и уменьшения тарифов, и кейсы, когда мы добивались там, ну, практически двукратного снижения изначально заявленных нам тарифов на такие помещения. Ну, опять же, надо это все изучать до покупки, чтобы потом не оказалось для вас сюрпризом, то, что вы купили помещение 15-метровое за миллион или за 2 миллиона, а обслуживание этого помещения стоит примерно как аренда этого помещения. И нюанс связан с юридическими адресами. Что такое юридические адреса? Юридические адреса – это фактически, когда вы берете ваше помещение и заключаете договоры аренды, допустим, рабочего места или там части помещения с несколькими компаниями, которые используют это помещение как юридический адрес. То есть документально – это обычный договор аренды на 11 месяцев. Законодательно не определено, сколько таких компаний может быть у вас в офисе. Может быть и 10, и 20, и 100, и 200 тысяч, и так далее и тому подобное. Это абсолютно легальный бизнес, абсолютно законный, регламентированный ФСЗО регистрации юрлиц. И он для собственника помещения интересен тем, что, во-первых, можно заключать много таких договоров, во-вторых, порядка 40% таких компаний через 11 месяцев они продляют договора аренды, собственник помещения получает дополнительные деньги. Фактически это отдельный бизнес, который можно строить на базе таких вот мини-офисов, покупая их за миллион, за полтора, за два. Вот, и отбивая там за 2-3 года. То есть можно выстроить такую вот сеть из этих помещений. Значит, специально для упрощения работы я сделал небольшой чек-лист по поиску и по просмотру мини-офисов. Чек-лист доступен по ссылке под роликом, чтобы вам было проще делать домашку. Соответственно, вы идете по нему и делаете. Что здесь важно в чек-листе? Ну, опять же, здесь важно выяснить максимум информации об объекте при звонке, чтобы вам не кататься 10 раз. То есть спрашивать, есть ли арендатор, если да, то сколько он платит, как долго он сидит, чем он занимается, как далеко от метро находится, есть ли ремонт, сколько продавец скинет, если вы там завтра примете решение о покупке и быстро выйдете на сделку, есть ли долги какие-то по коммуналке, долги перед управляющей компанией, размер коммунальных платежей. Пусть продавец скинет действующий договор с управляющей компанией или там с компанией, которая осуществляет эксплуатацию данного офиса. Пускай он скинет вам платежку по налогу, которую он платит ежегодно, чтобы вы четко понимали, сколько налогов вам придется заплатить. И, как правило, вменяемый продавец он высылает документы на почту. То есть вы ему говорите, что да, объект интересен, да, деньги есть, да, условно говоря, завтра потенциально готовы брать, даете адрес электронке, он вам туда скидывает все, что есть и ЕГРН, и платежки по коммуналке, и правоустановку предыдущей, предыдущий ДКП, и план БТИ, и договор с управляющей компанией, и договор с арендатором, чтобы у вас был полный пакет документов, вы смогли все это дело проанализировать, перепроверить и принять решение, брать, не брать, или там, может быть, еще какие-то объекты рассматривать. Только после того, как вы получили уже на почту все документы, посмотрели, обдумали, тогда уже имеет смысл ехать непосредственно на объект, смотреть объекты и задавать вопросы на месте. Когда вы едете на место, очень важно понимать транспортную доступность, очень важно понимать ту инфраструктуру, которая есть в бизнес-центре. Есть ли там столовая, есть ли там паркинг, сколько стоит обед в этой столовой, то есть не поленитесь, дойдите на столовую, посмотрите, какой ценник, чем там кормят, насколько чисто вообще в этом бизнес-центре, насколько там ухожено все, или там все в плачевном состоянии, свисают провода, не горят лампочки, не работают лифты. Есть ли парковка, сколько она стоит, какой порядок доступа, может быть, фитнес какой-то есть, какие-то магазины, магазины, то есть какая-то, то есть любая дополнительная инфраструктура, она всегда идет в плюс при сдаче в аренду. Круглосуточный доступ, опять же, дешевый интернет, то есть вот эти все вот моменты надо выяснять уже на моменте, когда вы приехали на место. И обязательно знакомиться с управляющей компанией, то есть вы можете туда зайти, задать все вопросы, в основном как бы по тарифам, есть ли долг у текущего, собственник перед ним, потому что собственник вам может сказать, что долга нет, на самом деле он там должен 200 тысяч, да, то есть вот эти вот моменты по чек-листу, я думаю, что вам они помогут при выполнении домашнего задания. Какие выводы по мини-офисам? Мини-офисы фактически это еще одна стратегия первого шага в недвижимость. То есть когда у вас мало денег, когда вы не понимаете вообще, стоит вам сюда лезть в эту недвижку или нет, вы можете взять небольшой офис, он по Москве за 1-2 миллиона рублей, получать с него доходность от 15-20% в год. Это уже объекты классом повыше, чем в гараже, то есть это уже либо офисы в домах, либо в бизнес-центрах. То есть вы можете провести такой как бы для себя тест. Взять этот офис, сдать его в аренду, попродавать его адреса, понять, подходит это вам, не подходит это вам, и уже двигаться, соответственно, дальше. Домашнее задание какое будет? Опять же, вы идете на ЦАН, на Авито, смотрите несколько объектов, считаете вы к цели экономику от сдачи в аренду, звоните, общаетесь с продавцами, запрашиваете документы, договариваете все о просмотре, используя чек-лист, и размещаете отчет в комментариях под видео. Ну, на этом у меня все. Какие есть вопросы, пишите под роликом, задавайте. Постараюсь на них оперативно ответить. Подписывайтесь на наш в соцсетях, и до встречи в следующих уроках нашего курса. С вами был Иван Селостянов, вы смотрите полный бесплатный курс о недвижимости. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok